Петр Великий Петр Великий Если наш вероятный противник ВМС США планирует 355 кораблей в ближайшие несколько лет, то мы можем перечислять по пальцам, сколько у нас тратист крупных кораблей. Если мы не сможем поднять на ноги нашу состроительную компанию и корабли, которые у нас были в океанской зоне, будет очень проблематично в дальнейшем развитие нашей страны. Важность развития своего флота осознает каждая страна, претендующая на лидирующую роль в мировой геополитике, отметили участники дискуссии. Мы сегодня попали ровно в такой момент мировой истории, когда вообще борьба морских держав за ресурсы и мирового океана, и за ресурсы, связанные с повседневной жизнью каждого человека на этой земле, она становится наиболее острой. И если бы у нас не было выхода к морям, если бы мы не смогли еще тогда при Петре начать по-настоящему основывать морскую державу, то ряд бы мы, наверное, и сегодня могли сделать то, что мы сегодня делаем. В 2022 году Россия отметит 350-летие со дня рождения Петра. Достойно встретить эту дату готовятся не только судостроители и военные моряки, но и представители научного и музейного сообществ. И, разумеется, мы должны сохранять Петровское наследие. Оно очень разное. Вот Петровская флотилия на Плещевом озере, как вы знаете, начала строиться в 1689 году, когда спустя 30 лет Петр приезжал через Переославль, и он увидел остатки этой флотилии, лежащей на берегу. Он оставил запись, он сдал указ. Надлежит вам беречь остатки кораблей, яхт и галер, а будь и опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших. Мы сегодня обсуждали проблемы таких кораблей, как ледокол «Красин» в Санкт-Петербурге. Петербург сказал, да, мы хотим взять ледокол «Красин», а когда дело дошло, берите, он говорит, сложное дело. Их очень трудно ремонтировать, трудно хранить, их очень трудно содержать. И если там у наших друзей американских 360 кораблей и музеев, то в России всего 15. Это же должно быть действительно большим, большие программы сохранения кораблей и музеев. Уж коль мы отмечаем такой юбилей Петра. А вот на родине первого русского военного корабля «Ореол» в подмосковном селе Дединово указ Петра выполнили. Сохранили струк, так называемую коломенку, которую своими руками сделал царь-плотник. Она хранилась до середины 19 века. Потом она пришла в негодность и общество захоронило эту лодку как человека. Император подарил. И после этого была новая лодка поставлена в храм. Но, к сожалению, в 20-х годах, уже 20-го столетия, эта лодка исчезла. И вот сейчас у нас мастер есть, слава богу, сохранил искусство кораблестроения Виктор Пивоваров, который восстановил вот эту Петровскую коломенку, Дединовскую коломенку. К юбилею последнего русского царя и первого императора планируется продолжить издание его рукописи. Их начали публиковать 150 лет назад, но до сих пор эта работа не завершена. В чем ее сложность? В том, что Петр Первый писал много, писал быстро, писал непонятно, часто, так сказать, как корится лапой, откровенно говоря, с сокращениями, с ошибками. У нас в стране буквально несколько специалистов, которые, в принципе, в состоянии разобрать, что он там написал. Появится в России новая награда – премия имени Петра Великого. И, скорее всего, она будет присуждаться за особые государственные заслуги – службы информации Российского исторического общества.